Конференция сейчас будет записана. Присоединилась Таня, Маргарита, сейчас ждем еще Полина, должна Света зайти, Алексей. А, ты же Полина присоединилась тоже, да? Полина, привет. А, здравствуйте. Так, ну ладно, ждать опоздавших, значит, не уважать вовремя пришедших, давайте начнем. Всем привет, я здесь, вы меня все слышите, правильно, и видите то, что я демонстрирую на экране. Да. Тема сегодняшнего нашего вебинара, как вы уже догадались, это где же брать тех самых клиентов, которые заказывают круиз. Мы с вами занимаемся деятельностью туристической, а туристическая деятельность это есть что? Это тот же самый бизнес, как любой другой, правильно? В любом бизнесе у нас есть какие-то особенности, какие-то определенные принципы, и вот мы с вами, как и в любом бизнесе, сейчас разберем вот эти базовые принципы, которые не только относятся к круизам, к любым нишам, но переносить мы все это будем на непосредственно продажу круизов. Да, хотя то, что я сегодня буду вам рассказывать и показывать, это связано, ну, в общем-то, с любым направлением, которое вы можете выбрать вот в индустрии туризма. То же самое нужно делать, продавая пакетные туры, то же самое нужно делать, продавая отели, то же самое нужно делать в любом направлении, которое есть в туризме. Резорты, перелеты, абсолютно везде все то же самое. Какие же базовые принципы мы с вами подчеркнем сейчас, хотя их на самом деле не так мало, но мы подчеркнем сейчас три основные, которые связаны непосредственно, ну, которые важны, скажем так, сейчас, которые важно вам знать. Вот в основе любого бизнеса всегда товарно-денежный обмен или обмен услуг на деньги, да, то есть это называется продажей, сделкой. И можете записать, если кто-то записывает, критерием любого бизнеса является доходность, естественно, то есть бизнес делается для чего? Для того, чтобы зарабатывать в нем деньги. Поэтому вот обмен услуг на деньги – это конечная наша цель, да, продаж. Также важно понимать, это очень важная деталь, которую я сейчас вам буду объяснять, что клиент сам практически никогда не имеет, а еще хуже, не хочет принимать решение по сделке. Даже когда он получил достаточной информации, даже когда в голове он, может быть, уже принял какое-то решение, ну, вот сейчас он, сейчас на данный момент, когда вы с ним ведете какой-то диалог, какие-то переговоры, устные или письменные, как правило, человек, любой клиент, он хочет откладывать, он хочет перекладывать, он хочет еще думать. И так мы все устроены, мы сегодня разберем, почему это происходит, но он будет, как правило, уходить в сторону. Поэтому клиенту при продаже всегда нужно помочь принять решение. Вот я здесь внизу в тексте, видите, да, я привел пример такого скрипта. Вот такие вещи, когда мы прописываем тексты, как бы basic такой, называется скрипт. Вот эти скрипты, их нужно наизусть знать, потому что на них уже можно навешивать со всех сторон разные формуляры одних и тех же выражений. Но вот в основе всегда лежит вот эта мысль, слушайтесь внимательно, да, просто для чего я сейчас вам рассказываю. То есть хотите вы или не хотите, продажа, она всегда связана с неким таким вот подталкиванием клиента, с неким, как это, пуш называется, да. Без этого никак, это все, все, это я вам из опыта своего говорю, и все, все предприниматели, бизнесмены, если вы почитаете разные книги, разные видео посмотрите, всегда все предприниматели говорят о том, что практически ни одна продажа не существует без вот такого небольшого как бы давления вне. Но это не то, что давление, это вот такая непосредственно помощь принять решение, потому что внутри клиент любой хочет, чтобы вы взяли ответственность на себя. То есть если вы готовы сейчас за клиента как бы принять решение, да, помочь ему, то это значит, что вы берете ответственность на себя за эту сделку. И тогда клиенту легче это сделать, потому что он, хоть и люди не любят покупать, вот, они любят приобретать, да, и не любят, когда им что-то продают, но они любят выбирать и приобретать. Тем не менее, люди не любят принимать решение, они хотят, чтобы это решение за них приняла вот эта вторая сторона, в которой выступает агентом, продавец в любом бизнесе. Так вот, в строчке вот этой, почему бы не заказать прямо сегодня, да, она как бы завершает диалог. То есть если мы говорили о круизе там каком-то, мы потом вернемся, вы поймете, для чего я сейчас вот эти инструменты вначале вам даю. Дело в том, что я в конце подготовил для вас конкретные инструменты, как продавать круизы, и вот вся наша презентация сегодня для этого построена. Как, в буквальном смысле, вот себе создать такие условия, такие шаги, такие действия, с помощью которых вы еженедельно, а может быть и ежедневно будете закрывать сделки по круизам. Но, чтобы к этому прийти, нужно понимать, какие инструменты нужно использовать, какая логистика этого, какая логика этого. Вот, и вот эта вот строка, что, почему бы вам не заказать прямо сегодня, это закрывающая строка, которую всегда нужно в голове держать. Потому что человек вам либо задаст еще какие-то вопросы, которые вам интересуют, либо он непосредственно скажет, да, почему бы нет. Вот, еще один хороший вопрос, но там будут у нас впереди еще примеры вот этих криптов. Что мешает вам заказать прямо сейчас, или какие вопросы у нас остались, которые мешают вам забронировать и оплатить прямо сейчас. Вот, услышали меня, да, сейчас, что я имею в виду? Это и составляющие продаж, то есть продажи есть всегда диалог, мы сейчас будем об этом говорить, и в основе бизнеса, вот, сама сделка лежит. Но в сделке вот всегда есть вот такие два принципа, что клиент сам не хочет и не умеет принимать решения, вам нужно взять за него ответственность. И клиенту нужно помогать вот с помощью вот таких криптов. Окей, движемся дальше. Базовые принципы продаж. Любая сделка, у вас на экране все отображается, вы видите все? Да, все, да, все видим. Отлично. Любая сделка всегда начинается с диалога. То есть это переговорный процесс, когда есть вторая сторона, и вот цель этих переговоров для вас, и для клиента, собственно говоря, это сделка, да, это взаимовыгодная сделка. Товарно-денежный или там, как мы прописали, услуги обмениваются на деньги. Так вот, переговоры – это такой процесс обмена знаниями и убеждениями о пользе для клиента. То есть клиент не заключает сделку, потому что у него есть определенные убеждения, у него есть определенные знания. Но вы, как эксперт, обмениваетесь вот этими знаниями и убеждениями и меняете убеждения клиента. Тогда дальше можно завершать сделку, потому что он уже на вашей стороне клиента. Вот любое возражение, то есть почему люди возражают? Многие люди боятся возражений, боятся вот этих диалогов, боятся этих моментов, вот таких переговоров с людьми. Некоторые даже переписку боятся, не то, что ты там воочию разговариваешь с людьми один на один. Потому что люди, ну, часто возражают, задают какие-то вопросы или говорят, нет, потому что, ну, потому что. Так вот, возражение всегда, запомните это и запишите где-то, возражение всегда означает одну фразу. Это значит, что человек, вот та сторона, потенциальный клиент на другой стороне, он в голове задает, говорит вам как бы своим возражением, расскажите мне больше об этом, пожалуйста, расскажите мне больше об этом. Мои убеждения на данный момент еще не на вашей стороне. Я не готов сейчас заключать сделку, потому что мои убеждения, мои знания об этом, об этой пользе, которую вы мне предлагаете, еще не на вашей стороне. Не на вашей стороне. Расскажите мне больше об этом. Вот так любое возражение, знайте, что нужно просто больше давать информации, больше давать каких-то фактов, образов и так далее. Причем убеждения клиента всегда складываются как на фактах и знаниях, так и на образах, потому что и образы, кстати, это всегда еще сильнее, чем все остальное. Потому что люди представляют себя с этой пользой и как бы у них возникает такой образ какой-то, они хотят приобрести. Ну, то есть круиз – это всегда эмоции, конечно, да, эмоции, потому что в круизах люди представляют, как они плывут, что они едят, где они побывали, как красиво за бортом, какая у них каюта, как это все там романтически проходит или как весело все это проходит и так далее. Вот что здесь я имею в виду. Итак, диалог меняет убеждения клиента и приводит к сделке. Запомнили это, да? И дальше, вот в базовых принципах продаж, что важно, это количество этих переговорок. То есть вы не можете статистику свою понимать, анализировать, если вы поговорили с одним или с двумя, или с тремя человеками. Но если вы делаете какие-то определенные цифры, то есть проделываете определенную работу, то есть делаете количество, то тогда, конечно же, вы можете делать анализ, изучать свои ошибки, которые сделаны, и всегда понимать, что вот этот алгоритм, он работает вот таким образом, и никак по-другому. И давайте двигаться дальше, мы сейчас дальше логику нашу раскроем. Итак, обязательно в конце вот такого переговора, в конце вашего диалога с клиентом, еще раз подчеркиваю, сегодня мы узнаем, откуда эти диалоги брать, с кем переговоры эти вести, где этих клиентов находить. Мы идем как бы с конца сейчас с продажи, да? Вот так вот, в конце диалога нужно сделать две вот такие вещи. Вернее, не две вещи, а нужно сделать одну простую вещь, это благодарность и закрытие сделки. Ну вот я два примера здесь вам прописал, да? То есть как только вы видите, что человек уже на вашей стороне, нужно ему поблагодарить. Благодарю вас, что дали возможность вам все объяснить. И вы задаете вопрос, что еще осталось, что мешает вам начать оформление прямо сейчас. Потому что, может быть, у него какой-то вопрос еще маленький торчит, на который он как бы ответа не получил. И это помешает вам, он скажет, я должен подумать. Вот этим вопросом вы раскрываете это, вот эту деталь, ту маленькую вещь, на которую он чуть не ответил. Обязательно задавайте эти вопросы. Что еще осталось, что мешает вам начать оформление прямо сейчас, прямо сегодня? Или вот такой вариант. Благодарю вас за ваше время, тогда давайте решим, какой вариант вам больше подходит, и начнем бронировать. Вот это немножко похожая ситуация, но здесь еще присутствует такой психологический момент, называется выбор без выбора. То есть вы даете два варианта, как бы, или три варианта. Какой вариант вам больше подходит, да, выбор без выбора. То есть он не может отказаться, ему остается только выбрать какой-то вариант. Благодарю вас за ваше время, тогда давайте решим, какой вариант вам больше подходит, и начнем бронировать. Движемся дальше. Принцип продаж. Какой же существует принцип продаж? Конечно же, в основе принципа продаж всегда лежит реклама. То есть для того, чтобы было с кем разговаривать, для того, чтобы было с кем проводить переговоры, вот этот диалог, нужно, чтобы эти люди к вам обратились, да. Для этого существует реклама. Вот о рекламе кратко, быстренько пропишите или запомните. Здесь важны вот эти четыре составляющие. Реклама должна нести пользу, это основа, это основная составляющая, пользу до покупки. До того, как человек приобрел, он уже должен в момент вашей рекламы получить пользу. Потому что люди на рекламу не обращаются. Я сегодня вам расскажу хороший пример. Самые большие ошибки, которые допускают в основном все предприниматели, которые что-либо продают, как все делают рекламу. И я сам тоже часто такие ошибки допускал и допускаю. И вот нужно себя уметь поймать на этом и вернуть обратно. Потому что реклама, ее основа, она должна нести пользу до покупки. Я позже расскажу в виде инструмента. Мы как раз к этому идем. Это то, ради чего мы сегодня, в общем-то, здесь и собрались. Как же сделать такую рекламу, которая должна нести пользу до покупки? Это основа. Реклама должна цеплять. Ну, то есть чем-то она должна цеплять. То есть она должна привлекать внимание. Либо текстом каким-то определенным, либо картинкой какой-то определенной. Но она должна зацепить, чтобы человек дальше начал в нее вчитываться. Чтобы он захотел, так сказать, прочитать или просмотреть, о чем же эта реклама. То есть она должна его чем-то зацепить. Это тоже очень важный момент. Еще один такой важный пункт, что реклама много не бывает. Многие думают, вот, я не буду много рекламировать, потому что это навязчиво для людей. Где-то это так, но запомните, это важный момент. Реклама много не бывает. Вы думаете, что вы навязываете много рекламы, но вашу рекламу видят, наоборот, как говорится, многие делают много рекламы, а ее никто не видит. Так вот, реклама много не бывает. Это тоже важный момент, который вы должны знать и не бояться делать ее много. Но правильная реклама, вот той, о которой мы сегодня будем говорить. Полезная реклама. И, конечно, реклама должна быть яркой. То есть нужно делать рекламу таким образом, чтобы она была яркой. Но это связано уже, скорее всего, с какими-то эффектами, с какими-то картинками, фотографиями. Просто запомните, что она должна быть яркой, привлекательной. Идем дальше. Где обитают клиенты? То есть где делать рекламу? Вы все знаете, что сегодня фактически весь мир находится в интернете. Огромное количество времени причем этому уделяют люди. И это социальные сети. В общем, это интернет-пространство. Не обязательно социальные сети. Это, конечно же, какие-то всякие в интернете форумы, чаты, возможности общаться. Это не только интернет-сети, но это сегодня и в девайсах всевозможные программы, аппликейшн типа WhatsApp, Instagram, Telegram и так далее. Эти инструменты все нужно, естественно, использовать. Потому что там собрана уже аудитория. Вам не надо ее где-то собирать. Вам не надо ехать на какой-то рынок, где люди сидят. Потому что сегодня с помощью этих программ, с помощью вот этих аппликейшн, таких вот паблик, социальных сетей, люди уже собраны. Собраны. Нужно только научиться, как этим инструментом воспользоваться и как, и какую сделать там рекламу. Видите, как мы постепенно, логически с вами движемся. Вот иду. Второе направление, где обитают люди, это, конечно же, ваши знакомые и близкие. Не исключайте, потому что нужно обязательно составить списки знакомых и близких людей и объявить им, что вы вообще занимаетесь туризмом сегодня. Что вы вообще в этом направлении, чтобы они не уносили, условно говоря, потому что это ваши знакомые и близкие. Зачем они будут тратить деньги где-то, когда они могут потратить деньги так, чтобы вы им дали сервис, вы им дали пользу и заработали на этом. Опять же, правильный подход здесь, но это аудитория, которой нужно не забывать и с ней работать обязательно. Списки должны быть. Незнакомые, которые вдруг стали знакомыми, что я имею в виду. То есть это люди, которые попадаются вам по пути жизни, вы их встречаете где-то, они вам незнакомые. Но чем отличается незнакомый человек от знакомого? Кто знает? Не знаем. Подсказываю. Незнакомые от знакомого отличаются только одним. Они еще не познакомятся. Да, как только люди познакомились, все, они уже попадают в разряд тех же самых знакомых, в номер два. Поэтому не пренебрегайте с людьми, знакомиться. Всегда помните, что у вас есть прекрасные возможности, у вас есть прекрасная польза. И вам нужно этот список номер два постоянно пополнять знакомыми, потому что доверие происходит только, когда люди знакомы. Люди незнакомые друг другу не доверяют. А деньги, можете записать определение, деньги строятся на доверии. Деньги – это всегда доверие. Товарно-денежный обмен – это всегда доверие. Поэтому вам нужно вот этот список номер два пополнять и превращайте в людей, которые вас окружают, либо постоянно вам встречаются, но вы не знаете даже имен, либо люди, которым можно протянуть бизнес-карточку. Это люди в лифте, это люди на работе, это люди в фитнес-центрах. Где бы вас кто бы ни окружал, будьте более общительны, старайтесь знакомиться с людьми, превращать их просто в своих знакомых, чтобы вот этот список пополнялся. Ну и четвертый список – это знакомые знакомых или друзья друзей. То есть не бойтесь спросить рекомендации, не бойтесь разговаривать с вашими знакомыми о том, что вам нужна помощь, могли бы они вам кого-то посоветовать. Потому что люди, вот запишите, это хорошее очень такое понимание психологии человека. На самом деле мы все так устроены, мы очень любим помогать всем и очень любим рекомендовать и очень любим советовать. Дайте своим знакомым такую возможность, пускай они вам рекомендуют друзей, пускай они вам рекомендуют знакомых, то есть используйте это как инструменты работы, чтобы вот эти списки вас пополнять. И люди с удовольствием будут это делать, только нужно их просить об этом, ничего в этом страшного нет, потому что вы несете на рынке прекрасный продукт, прекрасный эмоциональный продукт, продукт, который делает людей счастливее. Если мы сейчас говорим о круизах, то представьте люди, которые в итоге с помощью вас попали в круиз, получили массу удовольствия, побывали на островах, конечно, они привозят с собой массу потом воспоминаний, эмоций. И вот эти все дни, пока они отдыхают, заряжают людей эмоциями счастья, то есть вы такой на рынок несете очень полезный продукт, который делает людей счастливее. Это тоже нужно всегда помнить, не забывать об этом. Вот где обитают клиенты, движемся дальше. И мы сейчас будем говорить о пункте номер один, потому что там больше всего их собрано, больше всего это интернет-пространство и социальные сети. Фокусируемся. Значит, вот теперь мы переходим уже к некоторым деталям, что значит фокусируемся. Дело в том, что любое движение к сделке, процесс до момента, когда человек приобретает у вас круиз или какие-то другие туристические услуги, он либо будет у вас хаотичен случайно, иногда, то есть вам сама природа вещей будет подсказывать, что вот смотрите, клиент обратился, почему вам не заняться этим, да, как это часто происходит, вы что-то там немножко чего-то сделали и раз у вас обращение клиент сделал какую-то заявку. Я вижу в основном вот так у всех выстреливают какие-то случайные заявки, случайные заказы, то один продал круиз, то второй продал круиз, то какие-то туры, то какие-то отели. Но все это не систематизировано, потому что большинство людей не фокусируется на этом. И у многих, я понимаю, есть какая-то другая работа, которая быстрые деньги сейчас приносит в каких-то случаях, но тем не менее очень важен фокус. Вот об этом фокусе мы сейчас поговорим. Фокус – это задача. Что значит задача? Это задача, которую вы перед собой ставите. То есть, например, вы ставите задачу перед собой. Вот цель сегодняшней нашей презентации – узнать, как сделать три продажи круиза за неделю, да, мы говорили. Поэтому вы можете поставить перед собой, вот сфокусироваться на конкретной задаче. Три круиза в неделю или один круиз в день или 10 круизов в месяц. Это фокус, фокусирование на конкретной задаче. Потому что задача должна выполняться. И вот просто запишите, запомните, что задача бывает месяца, с чего я рекомендую начинать, потому что это такой промежуток времени, показательный. Соответственно, бывает задача недели – это меньший промежуток, но тоже очень показательный. Вот неделя – это всегда хороший показатель, да, что вы сделали за неделю, что получили. Соответственно, есть задача дня, которая выполняется в течение дня для того, чтобы выполнить задачу месяца или недели. И задача часа для того, чтобы выполнить задачу дня, задачу недели, задачу месяца. Вот это означает фокусирование, фокус, что вы предпринимаете, какие задачи вы перед собой поставили и что вы предпринимаете. Ну, о предпринимательстве мы сейчас будем дальше говорить. Ну, вот задача – это очень важное фокусирование. Итак, правильные задачи всегда в цифрах. То есть, чтобы правильно поставить перед собой задачу определенную, нужно сфокусироваться на цифрах. Например, это 10 полезных статей. Например, это 10 холодных звонков. Вот по тем спискам, которые мы обсуждали с вами. Например, это 10 личных встреч. Например, это 10 новых знакомых. Или 10 протянутых визитов. Чтобы познакомиться. Или 10 объявлений, которые вы даете где-то в социальных сетях. Или это 10 фокус на том, что вы себе поставили задачу привести 10 человек на конкретную вот эту презентацию. Или 10 проданных круизов. То есть, конечная цель. Вот для чего все это делается, все эти задачи ставятся? С конечной целью. То есть, например, вы поставили задачу за месяц сделать 10 проданных круизов. Это ваш фокус. И, соответственно, вы начинаете с каких-то задач часа, дня, недели, чтобы прийти вот к этому конечному результату. Процесс вот такой. И обязательно это должно быть в цифрах. Как вы планируете вот эту точку B, конечный результат. Ваш фокус. То, на чем вы фокусируетесь. В конечном итоге. Вашу цель основную. Что для этого нужно сделать? В каком количестве? Сегодня, завтра, послезавтра? В течение недели? Прямо сейчас, в течение этого часа? В каком количестве? И обязательно, видите, я прописал. Когда? Дедлайн. Вы ставите перед собой задачу, которая ограничена временем, ограничена датой. Мне это нужно сделать за ближайшие 3 часа. Я это должен сделать не позже, чем завтра. Не позже, чем сегодня, до 12 ночи. На этой неделе, до пятницы, до 6 вечера, мне нужно это, это, это выполнить. Для чего? Вот для конечной цели. Чтобы 10 проданных круизов было. Фокусирование. Это очень важно. А что значит холодных звонков, Юра, извините, перебила? Звонные звонки, это когда вы поднимаете трубку и звоните фактически знакомому человеку, или рекомендованному человеку от знакомых, или человеку, у которого у вас есть просто телефон, и вы знаете его имя. Вы начинаете с ним беседу на тему, например, того, что, здравствуйте, там, Иван Петрович, меня зовут Галина Ивановна, вы знаете, я вам звоню вот по какому вопросу. У меня ваш телефон, там, мне дал Сергей Николаевич, я нашла ваш телефон там-то-там-то, я вам звоню вот по какому вопросу. Я занимаюсь международным туризмом, я занимаюсь круизными направлениями, то есть я занимаюсь круизами. И я подумал, что так как вы в списке моих знакомых, или в списке друзей моих знакомых, там, или в списке, в каком-то списке, так, как вы в каком-то списке, да, то я подумал, что, конечно, вы тоже должны знать, что у вас в окружении есть специалист, к которому вы можете обращаться по таким-то вопросам. Я могу там подбирать круизы, я могу делать это, 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 вот, или, там разные варианты есть, но это все холодный звонок. Иван, там, Сергей Васильевич, там, мне вас порекомендовал, сказал, что вы часто путешествуете, и что вы любите путешествовать в круизах, и я подумал, может быть, я могу вам чем-то помочь, потому что я как раз этим и занимаюсь, потому что я как раз сейчас имею какое-то предложение, или я потому что, потому что, потому что, то есть вот логика холодного звонка, но это холодный звонок, то есть вы превращаете фактически незнакомого человека в знакомого, имея только его имя и телефон, и пытаетесь наладить с ним дружеские отношения, объясняя, в чем ваша экспертность, в чем вы можете оказать этому человеку пользу. Я понятно объясню? Спасибо, да, ну, я поняла. Да, окей, движемся дальше. Работа. Что же такое работа, вот из всего того, что я сейчас вам рассказываю, рассказываю. Работа – это все то, что вы делаете до сделки, потому что сделка – это уже оплата труда. Когда произошла сделка, когда человек оплатил, это значит, что вы заработали денег. Соответственно, это оплата вашего труда. Но чтобы эту оплату получить, как люди ходят на работу по-часовую, да, они сейчас получают оплату за то, что там осуществляют какую-то пользу для своего работодателя. Вот также в бизнесе работа – это все, что вы делаете до сделки. Только нужно делать это продуктивно, чтобы работа была продуктивной вашей. Для чего я это все сейчас рассказываю. И вот работа – это выполнение вот этих задач, которые вы перед собой ставите. Решение задач до результата – это как раз фокус на результат. Вот это и есть работа агента, работа любого предпринимателя. Работа любого, не знаю, продажника, селсмена, бизнесмена, довести до результата, чтобы получить оплату. Нужно проделать какую-то работу. Еще раз, это важный момент, который нужно просто в себя положить и понимать, что это решение задач до результата. Это и есть работа, которую вы делаете, и ее нельзя лениться, не делать, потому что это все точно так же выглядит, как на обычной работе. Просто этому можно уделять несколько часов в день, а можно уйти с той работы, которую вы не хотите выполнять, потому что она не перспективна, например, для вас, да, потому что там негде расти, потому что вы вынуждены продавать свое время. Так продавайте его на себя, станьте работодателем себя, продавайте себе вот эти часы, выполняя продуктивно свою работу, решение задач, которую вы поставили до результата. Вот к чему мы идем. Движемся дальше. Сделка, ну, я уже сказал, это результат работы, правильно? То есть вы выполнили определенные задачи, произошла сделка, вот результат вашей работы. Несколько сделок – это результат какой-то другой статистической работы. Много-много сделок – это результат какой-то большой проделанной, грамотно проделанной продуктивной работы. А когда эти сделки не только делаете вы, а делают ваши агенты, то это уже, ну, скажем так, квалифицированный менеджмент. То есть это эффективный менеджмент, когда вы можете сделать, больше делать за счет других людей, не только самостоятельно. Методы работы и рекламы. Вот теперь мы логику с вами прошли и возвращаемся как бы по кругу, какие же методы работы и рекламы существуют. Значит, вот тут такая табличка есть, ну, не табличка, вот эти записи, да, короткие полезные статьи, которые цепляют. Вот реклама может быть не в виде какого-то объявления, что купи у меня, да, вот я предлагаю, что-то купи у меня. А реклама может быть совсем другой. Это могут быть вот такие короткие полезные статьи, которые цепляют, о которых мы сегодня поговорим более детально. Итак, реклама состоит из некоторых вот таких пунктов. Внимание потенциальным клиентам, да. Что здесь я имею в виду? Внимание потенциальным клиентам. Ну, часто в социальных сетях можно, во-первых, увидеть объявление о том, что человек там спрашивает, а где купить круиз, там, или где купить круиз дешевле, или какой-то у него там вопрос по круизу, да. Ну, это же потенциальный клиент, его как раз интересует ваша тема, значит, нужно уделить этому внимание. Это первое. Второе. Внимание потенциальным клиентам. Кто такие потенциальный клиент? Это клиенты, которые вообще обратили внимание на ту пользу, которую вы выложили в интернете. Например, это, опять же, вот эта статья, короткая полезная статья, о которой мы сегодня будем говорить. Это лайки, это комментарии, это любое внимание со стороны потенциального клиента, который он оказал на вашу рекламу. Значит, ему нужно немедленно уделить внимание. Немедленно. То есть быстро с этим человеком нужно наладить контакт, наладить связь, то есть уделить внимание. Мы опять будем сейчас, я наброски делаю, будем детальнее это все сейчас разбирать. Дальше. Еще один инструмент, вот такой подсказок, поиск в группе готовых клиентов. Вот немногие знают, я недавно убедился, Света, по-моему, она здесь сейчас у нас в чате тоже, я показывал ей, как, например, в Фейсбуке можно находить вот такие готовые запросы, когда люди ищут круиз или ищут какой-то тур, или вообще что-то спрашивают по туризму, но вы это объявление не видите, потому что вы, например, не в этой группе, и у вас там в ленте, вы не можете все подряд листать, сидеть, потому что это занимает колоссальное время. Но можно легко отыскать таких людей. Знали ли вы о том, что в любой группе есть поиск? Скажите мне. Ответьте, кто это. Да, знали, конечно же. Отлично. Вот многие знают, но этим не пользуются, потому что, ну, не знают, на самом деле, как это работает. То есть поиск как работает. Любое ключевое слово, которое вы, вот вы зашли в группу, да, в Фейсбуке, и чтобы не листать ленту, зачем вам листать ленту, чтобы все, весь этот мусор забивать себе в голову. Если вас интересует какая-то тема конкретная, вы просто в поиске набираете это ключевое слово, или ключевое предложение, или словосочетание. И вы тогда видите во всей ленте этой группы только те объявления, только те сообщения, которые имеют эти ключевые слова. И вы таким образом сортируете. То есть к чему я это говорю? Можно просто набрать слово круиз, или ищу круиз, или помогите круиз, да, что-то такое. И вы увидите, что вот в этой группе есть такие обращения. Единственное, что вы, если это начнете делать сейчас, то вы каждый день можете такие обращения вылавливать. Потому что если вы сейчас первый раз это сделаете, то вы увидите много обращений, которые были там месяц назад, полгода назад и так далее. Они уже, возможно, не актуальны. Но если вы это превратите в свою работу, это будет одной из задач, там, уделить 15-30 минут времени в течение дня, чтобы просмотреть группы и сделать вот такой ресерч в постгруппе, то вы наткнетесь очень много на потенциальных клиентов, которым нужно уделить внимание. Потому что они уже запросы сами пишут в группах. Я надеюсь, вы меня услышали. Я думаю, что понятно это объяснилось. Движемся дальше. Постоянные объявления о туристических услугах. Это тоже важный момент рекламы. Да, на вашей странице, кстати, я всем рекомендую завести свою страницу. Не только вот просто личную страничку, которая у вас есть, но еще сделать страницу, бизнес-страницу, которая к вам привязана будет, чтобы на ней ввести вот как бы, смотрите, личные страницы, они не, нигде, допустим, в поисковиках не появляются. А вот страница бизнес-контента, она может даже потом поисковиками находиться на том же Фейсбуке и так далее. Поэтому заведите, рекомендую, заведите свои страницы, как-то их назовите их по-хитрому, там связано, если это круизы, опять же, то с круизами, если туризм, то с туризмом, или просто дайте какое-то брендовое название, свой бренд придумайте, вот, и чтобы он был узнаваемый в конечном итоге. И на этой странице, естественно, вот нужно постоянно ставить какие-то объявления о туристических услугах. Это объявлены групповые экскурсии, это какие-то групповые туры, групповые какие-то, опять же, круизы, это может быть индивидуальные, интересные какие-то вещи. В общем, все, что вы иногда так или иначе делаете, где-то в лентах, лучше делать вот на этой странице. И потом оттуда еще на свою страничку ставить, или вставить, и там, и там. Но мы сейчас не о самих вот этих механизмах говорим в этой презентации, мы говорим просто о самих инструментах, которые нужно использовать. Поэтому постоянные объявления о туристических услугах должны видеть люди, что вы делаете это на постоянной основе. Тогда они обращат на вас внимание, тогда они, возможно, превратятся в тех потенциальных клиентов, которым нужно будет уделить внимание. Но все-таки мы идем дальше с вами к правильной рекламе, хотя вот это все очень тоже важные вещи, которые могут вам давать потенциальные клиенты. Идем дальше. Итак, мы с вами приближаемся постепенно, логически, к пониманию того, что же такое воронка продаж, о которой многие говорят. я думаю, вы слышали неоднократно такое понятие в интернете, как воронка продаж. Давайте ее рассмотрим более детально относительно туризма, относительно непосредственно фокуса по круизам. Так вот, воронка продаж это система. А что такое система? Система от слова систематически, то есть на регулярной основе, постоянно, постоянно. Это работа, это выполнение вот тех задач, чтобы создать вот такую воронку продаж, которая приводит к результату в виде сделок, которая приводит к непосредственным заказам, заявкам и так далее. Все проходит через воронку продаж. Воронка продаж, она собирает контакты для диалога, называется это лиды. То есть вы делаете определенные действия, которые создают вам вот эти лиды, то есть возможность сконтактировать с людьми, возможность начинать диалог с ними. И мы сейчас разберем, как сделать лиды такими, чтобы это были люди, которые к вам обращаются сами. То есть не вы как бы к ним обращаетесь, хотите круиз. Вот объявление, когда вы ставите какой-то круиз, такой-то, то фактически вы обращаетесь к ним, хотите круиз. А вот мы сейчас будем разбирать с вами, как сделать немножко, немножко видоизменить все. И вот такая система на регулярной основе, вот эта воронка продаж, будет давать вам лиды, когда люди сами обращаются к вам, на вашу тему. и конечном итоги лиды должны превратиться в заказ. То есть это и есть уже продаж. Вот такая цикличность. Воронка продаж примерно выглядит вот таким образом. В любом бизнесе она выглядит примерно так, но мы сейчас рассматриваем для круиза. значит я уже говорил с вами про понятие короткие полезные статьи, да, и вот мы движемся все, к ним мы приближаемся, это основной наш инструмент сегодняшней презентации, такая некая фишка, такая как бы завязка на этом будет сегодня вся. что же такое полезные статьи, помните я говорил в начале, что реклама должна нести пользу до сделки, вот полезные статьи, короткие, это как раз именно это я имею ввиду. Продуктивность воронки, значит цифры, которые здесь стоят, это просто цифры, вы на них не обращайте внимания, я примерную статистику здесь прописал, но цифры могут быть совершенно разными у всех, это реально, все зависит непосредственно от того, как вы будете, на чем вы будете фокусироваться и как вы будете с каждым таким шагом в воронке работать. Продуктивность, значит например вы написали какую-то полезную статью, о которой мы будем говорить и вашу воронку продаж обратила внимание на эту статью там из тысячи человек которые которым в ленту это попало или в группе где-то да сто человек прочитали эту статью внимательно прочитали обратили внимание если статья интересна если она полезна если она несет что-то важное для клиента как вы думаете будут люди комментировать и ставить какие-то лайки конечно будут конечно будут вот все соглашаются это действительно так потому что если все люди на самом деле хотят общения и хотят коммуникации хотят этого диалога потому что вообще вся жизнь из этого состоит но если у них нет причины для этого они пройдут мимо если у них есть причина для этого вы их зацепили вы попали в их тему а тема туризма и круизов ну очень многих интересует и вот они те 100 человек которые это прочитали это те люди которых уже это заинтересовал вот то есть зацепились они из них предположим там человек 60 поставят какие-то лайки какие-то пропишет комментарии что такое лайки что такое комментарии помните мы вначале говорили это внимание к вашей вот этой рекламе то есть ваша реклама сработала они обратили внимание и соответственно у вас теперь есть инструмент который мы прописывали это внимание к вашим потенциальным клиентам потому что вы получили те самые лиды холодные пока лиды но это люди которые хотят с вами общаться хотят с вами иметь диалог на лайки можно отреагировать спасибо за лайк спасибо что вы поставили мне лайк и дальше попытаться вывести на комментарии этого человека вам действительно эта статья была интересна может быть у вас какие-то есть вопросы чем я могу вам быть полезен чем я могу вам быть полезным об этом вопросе и так далее по статье комментарии еще лучше когда человек пишет комментарий то есть он выражает какое-то свое мнение либо вопросом либо просто да здорово вы правы или вы не правы но что бы он не прописал он уже с вами идет на диалог он идет вот как бы в переговорный такой процесс уже а самое главное что он уже знакомится с вами он из разряда незнакомых попадает в разряд знакомых то есть у вас есть возможность использовать лайки комментарии для того чтобы эти контакты превратить из холодных в теплые не нужно там спорить с людьми не нужно доказывать что-то нужно научиться превратить это в теплое знакомство то есть потому что вот эти статьи полезные они будут тематические они может быть даже иногда будут совсем на другие темы они ничего не будут продавать сразу но они будут давать вам возможность превратить холодные в теплых потенциальных клиентов знакомьтесь общайтесь обсуждайте рассуждайте показывайте свою экспертность но вот эти лайки и комментарии это возможность начать это делать для этого должна быть вот эта верхняя часть этой ворот дальше когда вы делаете это во-первых с периодичностью мы же не говорим про одну статью и вы сделали еще сидите от моря ждете погоды люди наблюдают одни сегодня не отреагировали другие отреагировали одни отреагировали завтра другие отреагировали послезавтра но постепенно постепенно люди видят что вы делаете на регулярной основе на постоянной они уже начинают не стесняться и переходят в эту третью фазу третью фазу воронки кто-то в первой же статье а кто-то с 15 но они постепенно переходят в эту фазу вопросов и обращения потому что они с вами познакомились уже вы стали ближе и они могут уже задавать вопросы которые их лично интересуют по отношению к тому какой какой деятельностью вы занимаетесь а ваши полезные статьи будут отражать вашу деятельность которую вы занимаетесь вашу тему и вот эти вопросы обращения естественно вы на них отвечаете вы с людьми продолжаете общаться они постепенно да видите статистика уменьшается из 30 таких обращений вы скорее всего будете получать всего 10 уже абсолютно таких четких запросов четких заказов заявок кто-то будет писать а что у вас есть там а что вы об этом знаете какие есть маршруты мы сейчас вернемся деталям опять же придем но в принципе запросы появляются вот этой логической цепочки сверху вниз из по воронке продаж и в конце концов заказов и заявок которые вы будете обрабатывать вы будете получать тоже какую-то определенную статистику того что вы смогли полезного сделать и помните мы в самом начале говорили как закрывать опять статистика здесь у каждого своя у кого-то из 10 10 будет у кого-то из 10 11 даже будет потому что еще кого-то привлекут но у кого-то из 10 будет 1 2 или 3 хорошо будет хотя бы 50% но на самом деле рассчитывайте пока на 20% то есть новички всегда у них 80% работы проделанной и только 20% результата поэтому даже когда вы обрабатываете сделку уже вернее не сделку а заявку какую-то то как правило у новичков будет всего 20% в конечном итоге сделок и 80% по каким-то причинам отказа но постепенно статистика будет меняться вы будете становиться экспертнее экспертнее статистика будет меняться наоборот будет 80% оплаченных сделок будет только 20% вам будут отказываться движемся дальше примеры тем вот мы сейчас пришли к полезным статьям что же такое полезная статья если мы сегодня на примере круизов делаем эту презентацию с вами то конечно же темы должны быть именно из темы круизного бизнеса именно из темы круизных путешествий я специально сел вот так и по памяти прописал какие же вопросы бывают у потенциальных клиентов вообще у клиентов у людей что беспокоит людей что их интересует поверьте мне из того что я выписал это не все вот сейчас я покажу сейчас у нас их много вам рекомендую их сейчас записать под запись потому что вы не запомните их но вот это темы полезных статей это ваш основной инструмент для того чтобы создать такую воронку продаж прийти сделать это только то что я придумал то что я помню но вы можете придумать еще массу сотни сотня может быть и тысячи разных полезных вопросов на которые в коротеньких статьях вы можете отвечать то есть вот реклама которая будет работать потому что вы даете пользу до сделки до того как человек что-либо приобрел давайте пробежимся прям вот по этим вопросам и мне скажете это интересно людям знать как вы думаете все об этом знают или кто-то об этом знает а кто-то вообще понятия об этом не имеет им интересно их это зацепит они будут это обращать внимание и будут читать статьи вот статья например какие отличия дорогой каюты от обычной ставится картинка красивая да и вы берете два варианта сами изучаете это сами изучаете и потом пишите статью своими словами может быть используя какие-то там наработки вы можете ресерси в интернете делать все на все эти вопросы в интернете есть ответ но их должен кто-то найти отыскать прочитать стать экспертом и за это получить клиентов вот в чем преимущество ваше потому что люди эти вопросы имеют но они на данный момент их не носят в голове и они не занимаются этим потому что они не в этом бизнесе но кто-то берет на себя стать экспертом в этом в этом или в этом вопросе выбрасывает это на рынок выбрасывает это виде рекламы люди на это реагируют их это цепляет потому что они увидели этот вопрос в голове да и они мне да это интересно и они начинают в это вчитываться и дальше все работает как мы с вами пробежались ну вот сейчас мы пройдемся некоторые какие отличия дорогой каюты от обычной как вы думаете интересно людям узнать можно на этом построить целую интересную статью я не имею ввиду просто какие отличия это дорогая это дешевая конечно же там есть разница размеров можно рассказать о том что приобретают дорогие дорогие каюты у вас там сервис совершенно другой отдельно другие вы попадаете в рестораны другие но вы об этом если сейчас не знаете значит начните это изучать вот этот вопрос берете на него выискиваете в интернете все ответы смотрите что как вы можете свою статейку коротенькую сделать пишите эту статью интересную с красивыми картинками фотографии она не должна быть длинной там короткая но начинаете ее выбрасывать где-то в социальных сетях лентах на своей странице на бизнес странице и не обязательно с нее начинать вы можете начинать с любой который вам сейчас наиболее интересно вы думаете что людям непосредственно аудитории которые вы хотите зацепить это будет интересно потому что вы здесь цепляете сразу две аудитории одним интересно о дорогих каютах узнать а другим о дешевых потому что они еще дешевые круиз и вы сразу таргетируете таким образом таргетинг как бы делаете направляете свою аудиторию она приходит к вам вот из двух вот этих составляющих и вы можете и те круизы продавать и те и оно приведет все к этому дальше можно написать статью самые роскошные круизные корабли найдите там 3-5 самых каких-то невероятных кораблей они не обязательно должны быть новые они не обязательно должны быть самые большие роскошные то есть опишите в чем роскошь этих кораблей какие у них преимущества фотографии опять же сделайте напишите маршруты куда они ходят найдите все это в интернете этого много на любой вопрос есть ответ и вы станете экспертом в этом направлении во-первых она отложится у вас на любой такой вопрос потом знаете ответ во-вторых вы и для себя это интересно но во-вторых вы привлечете аудиторию потому что вы им даете этот ответ за просто так им уже интересно с вами начать общение как получить визу чтобы отправиться в круиз бывает ли качка во время круиза многих это очень интересует потому что они боятся качку напишите какие стабилизаторы сегодня используются на кораблях найдите все это опять же в интернете сделайте ресерч пишите какие-то корабли на которых это вообще практически сегодня невозможно на каких это возможно еще какие маршруты попадают в зону риску этой качки там какие-то межконтинентальные например а какие нет то есть раскройте эту тему статью чтобы она была интересной чтобы она несла реальную пользу и вы получите клиент когда и почему круизные компании делают скидки как вы думаете когда и почему круизные компании делают скидки вне сезона правильно когда не сезон когда ветра когда возможно когда возможно качка когда может быть вообще они заранее знают что будет погода плохая и так далее и так далее именно тогда когда мало мало заказов компаний сбрасывают цену а многие на это ведутся вы что делаете этой статьей если вы ее раскроете правильно покажете плюсы и минусы вот таких скидок вы раскроете аудитории привлечете ту правильную аудиторию которая скажет мне скидки не нужны я хочу покупать по нормальной цене я хочу лучшее получить они с дискаунтами чтобы там ветер был на пляже или водоросли на берегу ну и так далее какие-то вещи поэт или там ремонт потому что на трех палубах будет идти и тому подобные вещи вот что нужно раскроете эту статью найдите множество вещей которые связаны со скидками на круизах это какие-то скидочные каюты это какие-то сезоны это какие-то может быть ремонтные работы это может быть потому что старый корабль или маленький сервис нужно раскрыть это и вы найдете правильную аудиторию и опять же здесь будет и вторая аудитория которая мне все равно мне главное в круиз попасть я со скидкой готов и он купит у вас трехдневный какой-то недорогой за 189 плюс текст круиз и пускай он тоже будет ничего страшного в итоге сколько нужно оставлять чаевых во время круиза очень многих вопросов раскройте многие даже не знают что на всех практически кораблях каждый день на человека приходится примерно 13 долларов которые вы обязаны будете заплатить они в стоимость не входят но каждый день у вас есть корабельная карта на которую вы положили во время чек-ин деньги и с этих денег списывается ежедневно если у вас два человека в каюте то 26 долларов списывается на двоих а если у вас три человека в каюте то даже если ребенок списывается 13 на 3 человека а еще зависит от каюты какая еще зависит вот это нужно раскрыть все люди дать эту пользу чтобы люди знали на что им рассчитывать они вам будут очень благодарны они начнут встаньте в этом вопросе экспертов распишите все со всех сторон что вы знаете о чаевых на кораблях найдите всю эту информацию и вы дадите людям пользу а они взамен захотят у вас что-то в итоге заказать если вы с ними познакомитесь начнете общаться я рассказал как это делать какие еще есть расходы во время круиза очень важный вопрос который многих интересует какие расходы есть во время круиза как найти круиз где включен алкоголь да кстати возвращаясь в чаевые здесь можно прописать что есть много круизов на которых чаевые включены полностью это лакшери да это лакшери круизы надо дать это людям понять потому что многие идут на обычные потому что думают что там они сэкономят приближенно приближенный там каким-то ценам и они еще платят эти чаевые там еще какие-то расходы и так далее а в итоге на лакшери который может быть чуть-чуть ненамного дороже относительно чуть-чуть он конечно будет дороже но тем не менее там все это уже включено а есть круизы на которых например я сам это недавно узнал даже парковка включена вот машину вы оставляете в порту везде машина стоит платно а есть круизы на которых все включено кроме перелета а есть перелетом которые включают даже перелет совершенно верно круизные компании в которых и свои самолеты например вы можете аудиторию создавать если вы хотите богатых клиентов пишите статьи о богатых полезных вещах о вещах которые привлекают вот этих людей которые не поплывут в трехдневку или не поплывут на каком-нибудь карнивал там простом а поплывут на каких-то дорогих круизах пишите эти статьи делайте эти темы это только примеры которые я вам привел сейчас но вот что будет вам приносить клиентов ежедневно ежемесячно ежегодно потому что должна быть полезность на любую тему не только круизах идет речь но если идет речь о круизах вот что нужно делать какие еще есть расходы во время круиза так как найти круиз где включен алкоголь есть круизы в которых включен алкоголь распишите как их найти чем они отличаются пропишите все названия не бойтесь что люди даже если не у вас закажут ничего страшного другие закажут у вас а кто-то закажет не у вас но дайте им эту пользу пропишите эти все названия направления сделайте опять же поиск ресерч и найдите все круизные компании или все направления корабли отдельные на которых алкоголь включен сделайте такой список вы его во первых сами будете знать на любой вопрос связанный с этим всегда ответите во вторых к вам обратятся люди потому что они видят что вы эксперт в этом что вы разбираетесь а им как раз это важно плюсы и минусы скидок на круизы ну вот это то примерно чем я говорил но можно статью по-другому построить плюсы и минусы скидок на круизы что такое гарантированная каюта при бронировании круизов знаете что такое гарантированная каюта я быстро вам сейчас скажу гарантии каюта есть понятие вы когда делаете бронирование часто стоит такая пометка цена ниже но написано гарантий это означает что в этом блоке который вы выбрали в этом деке непосредственно на этом этаже этого корабля вам гарантируют каюту вот за ту цену, которую вы готовы оплатить, но в каком месте она будет непосредственно, угловая или в середине, или где-то еще, она будет именно такая каюта, которую вы выбрали, если вы выбрали с балконом или там с окнами, да, или это с ют, она будет именно такой, но место расположения заранее выбрать вы не можете в этом блоке. Вот это называется гаранти, то есть вы ее получаете, это место, номер каюты, только во время чек-ин. Это круизным компаниям часто и важно делать, они именно из-за этого сбрасывают стоимость, потому что они как бы вас передвигают по мере бронирования другими людьми и группами вот этого дека. То есть вы, например, хотите в середине, если вы в середине каюту возьмете, да, то им невыгодно это, потому что группы, например, или семьи хотят в каютах быть рядом, а вы перекрыли таким образом эту возможность. Поэтому они готовы снизить цену, но только чтобы вы не могли выбрать каюту сразу. Они вам ее гарантируют, одна каюта будет оставлена обязательно, именно такая, какая вы хотите, но в каком-то определенном месте, потому что они двигают постоянно вас, чтобы полностью сформировать этот дек, чтобы полностью дек был забронирован до последней каюты. Вот это называется гаранти. Я это коротко объяснил, это можно расписать очень подробно. Изучите это, прочитайте в интернете, вы будете экспертом, и это может быть вашей статьей. Где можно курить во время круиза? Это люди, которые курят, они часто задаются этим вопросом, потому что не везде можно курить. На кораблях, если вы раскроете заранее эту тему, извиняюсь назад, что мы убежали, да? Где мы с вами, вот здесь. Если вы заранее раскроете эту тему, то будут люди, которым это будет очень интересно, потому что они курят, а курятят все очень много. Был же пожар на корабле, на «Принцесс», был огромный пожар. Да, вот такие вещи тоже нужно писать, вставить их в эту статью. Совершенно верно. Далее. Можно ли в одной каюте разместиться 5-6 человек? Вот такая коротенькая статья может быть, да? Напишите, значит, опять же, вам нужно изучить этот вопрос подробно, потому что практически ни на одном корабле нет простых кают, где можно разместиться больше 4-х человек. При этом это только двое детей, двое взрослых. Четыре взрослых не всегда даже можно. В некоторых можно, в некоторых нет. В основном 2 взрослых, 2 детей. И в онлайн вообще невозможно пятого человека разместить. Но если это делается через агента, то часто можно пятого человека, пятого ребенка разместить. В онлайн практически ни на одном букинге нет возможности сразу указать пятого человека. Они не дают в онлайн формате это сделать. А если обращение идет к агенту, то агент может позвонить непосредственно в компанию, назвать свой аятан номер, что он представитель компании Lead Travel Group, и тогда с вами будет оператор разговаривать, и вы скажете, что у вас есть клиент, которому нужна каюта, где можно разместиться 5 человек, вот, например, трое взрослых и двое детей, или двое взрослых и трое детей, и так далее, или 6 человек непосредственно, да, то вы получите варианты. Это либо сьюты будут, на которых выгодно разместиться именно в таком количестве, либо это будут большие какие-то каюты, либо семейные смежные, но варианты всегда есть, и нужно раскрыть эту тему, чтобы люди знали, потому что их это может интересовать. Они не имеют об этом представления. Идем дальше. Дальше. Еще примеры тем полезной статьи. Чем отличаются дорогие корабли от обычных? То же самое, как каюты, да, чем дорогие компании отличаются от обычных? Корабли, направления, круизные компании. Можно вот тут сразу несколько статей разных делать. Как отпраздновать свадьбу во время круиза? Прекрасная тема, потому что люди женятся круглый год, каждый год. И людям интересно узнать, а что, можно свадьбу сыграть на круизе? А какие есть в этом преимущества? А какие в этом есть образы, эмоции? Что можно сделать во время свадьбы на круизе? Сколько это стоит обычно? Какие есть пакеты? Станьте на этом экспертом, и вы поймете, что вы найдете множество клиентов. Делайте такие статей. Как сделать свой круиз бесплатно? Здесь можно поднять тему групповых круизов, когда, например, кто-то берется, какой-то человек берется организовать группу, там, из 16 кают, и он плывет бесплатно абсолютно. Если он 16 кают вывозит, то есть вы ему помогаете все это сформировать, сбронировать, но надо статью такую написать, что для этого нужно будет делать, как это нужно будет делать. Прямо в бизнесе, ничего страшного. Вот тот, кто хочет, кто прочитает эту статью, заинтересуется, скажет, блин, ну я же могу, я же вот такой организатор, я же такой общительный, я пойду, сейчас у меня столько друзей, знакомых, их делают, это всех соберут, мы поплывем. И не думайте о том, что это только люди, которые где-то там живут, там, Россия, Украина, это люди, которым виза не нужны, они здесь, они в Америке, они в Канаде, они в Европе, причем вы круизы же можете делать по всему миру, почему бы не заняться этим вопросом, не стать в нем экспертом, изучите все об этом, и вы с помощью вот тех логических шагов, тех задач, которые мы с вами прописали, найдете множество людей, которые будут за вас собирать эти группы. Что спрятано от пассажиров на круизном корабле, очень интересная статья, потому что когда в круизе кто плавал, мы видим только то, что открыто взгляд у пассажиров, но часто на кораблях есть специальные экскурсии, где водят туда, где готовится еда, где водят туда, где медицинские центры, где водят машинное отделение, где водят в капитанскую рубку, где гладят белье, там, где для ресторанов готовят, это вообще конвейеры целые, там фабрики, заводы на кораблях скрытые, которые работают на то, чтобы вот эту весь, всю эту машину, где 6 тысяч, там 4 тысячи пассажиров обслужить, это целые буквально фабрики, это безумно интересно, раскройте, станьте в этом экспертом, узнайте об этом сами, много об этом прочитайте и напишите такую статью, это людям будет очень интересно узнать, они когда поплывут, захотят поплыть в круиз, они еще захотят такую экскурсию заказать, посмотрите, где такие экскурсии бывают. Как отметить юбилей на круизном лайнере? То же самое, все преимущества эти, все нюансы, там можно придумать, что вы как там организатор сможете там даже майки специально сделать, я видел на кораблях такие ходят группы, там бывает человек 20-30, у них у всех майки, где написано там, что отмечают юбилей такого-то там пассажира, такого-то человека, то есть они все там дедушку, дедушке исполнилось там 80 лет, с ним вся его большая семья, человек 50 плывет на круизе, все для дедушки, для того, чтобы там отметить, и для них там делаются мероприятия отдельные, и они его там поздравляют, ну вообще это такой, можно целый праздник устроить и запечатлеть все это и на видео, и на фото, и там на всю жизнь, большой семье в подарок память. Станьте в этом экспертами, разберитесь в этом вопросе, написав вот такую статью, дайте эту пользу людям, и люди к вам придут. Три способа отпраздновать свой день рождения, придумайте какие-то три способа, в которых вы включите, вот один из них будет день рождения в круизе, например, да, второй там день рождения в каком-то резорте, который вы хотите продать, третий еще где-то, ну дайте эту пользу людям, напишите статью так, чтобы она была интересна, чтобы в ней была польза, и вы увидите обязательно, что людям это интересно, и будут обращения непосредственно. Как сделать подарок в виде круиза своим близким? Тоже можно эту тему очень раскрыть хорошо. Как сделать подарок в виде круиза своим близким? То есть можно расписать на эмоциональном уровне, что представьте только, что, например, вам пришел, там, не знаю, брат, сестра, или ваша семья, и в день рождения вам вручают уже готовый круиз, там, который будет, там, на следующий год, пускай на тот же день рождения, или через полгода, или вот через месяц, или вот прямо сейчас, но вам дарят круиз по Карибским островам, или где-то по городам Европы, или на Аляску, или еще куда-то. Распишите это в статье, как это эмоционально здорово, что должен чувствовать человек, которому такой подарок сделают его родственники, или его близкие друзья, да, вот, и как, ну, как бы, как им можно это осуществить, так, чтобы их клиент, их именинник не знал об этом, да, как вы можете этому поспособствовать, или вы даже, не обязательно себя в этом лучше рекламируете, а просто процесс этот весь опишите, чтобы он людям был интересен, чтобы они задумались, как здорово раз в жизни кому-то сделать такой подарок, и насколько это классно. И эта статья может кому-то быть интересной, а, соответственно, все остальные последствия. Как взять в круиз свою собачку? У нас был случай, к нам обратилась женщина, которой, ей некуда было оставлять собаку, и она вообще никуда без собаки своей не ходит, не ездит, не путешествует, но она хотела плыть в круиз, и стоял вопрос, можно ли в круиз собачку взять, как вообще все это делается. Изучить этот вопрос, это все реально, это все можно, с животными тоже набор можно, если сделать определенные справки, там, и так далее, и так далее, если размеры соответствуют. Если вы такую статью напишите, вы найдете много людей, которые обожают животных, которые имеют животных, и хотят в круиз, и не плывут в круиз, потому что думают, что они без своих животных не могут этого сделать, и им будет интересно, они узнают, и возможно, обратятся тоже. Что делать, если вы опоздали на круиз? Тоже такой важный вопрос. Многие этого боятся, там, из-за бизнеса какого-то, или из еще каких-то вещей, или они такие вот неудачливые, и так далее, и они переживают всего этого. И вообще, действительно, что нужно делать, если это произошло? Какие способы? Есть способы, как вернуться. Чаще всего корабль уходит, корабль уходит, и вы остаетесь на берегу. Если вы опоздали на круиз, который вот только ушел, сейчас скажем, из Майами, в свой маршрут, то возможно, на каком-то острове подсесть. То есть, мы туда должны сделать перелет, еще что-то. Но есть какие-то ситуации, когда это было связано, действительно, не с вами. Нужно писать в этой статье, что если предоставить необходимые справки, документы, и при этом, что вы заранее купили страховку, здесь нужно на страхование сделать упор, то круиз может вернуть вам, компенсировать всю стоимость. Вот все детали этого нужно прописать, опять стать экспертом, что в такой ситуации делать. Когда вы будете экспертом, дадите это людям, увидите, сколько людей к вам обратятся тоже, не только по этим вопросам, а просто потому, что вы в этом разбираетесь. Самые интересные экскурсии во время круиза. Тоже людям интересно, что в конкретном маршруте. То есть здесь можно выбрать конкретный маршрут, и сказать, самые интересные экскурсии во время вот этого круиза. Пускай это ваше мнение, пускай это ваш взгляд, но изучите, какие там есть круизы, вернее, экскурсии на островах или в городах, и чтобы на ваш взгляд лучше всего взять какие там стоимости и так далее, чтобы людям было это интересно. Какие есть экскурсии во время конкретного вот этого круиза? Ну, фактически то же самое, только видите, другое совсем название статьи, другая тематика. Какие круизы посещают такие-то страны? То есть вы, например, решили узнать, какие круизы заходят в такие города, которые вам интересны, или в такие страны, которые вам интересны. И поделитесь с этим людьми, найдите эти маршруты, найдите эти круизные корабли, опишите все об этом. Людям интересно узнать. Вот они мечтают в какой-то город попасть, да, и мечтают в круиз попасть, но не знают, как найти круиз, который именно в те города заходят. И вы можете это сделать. Следующие, следующие, да, у нас примеры тем полезных статей. Видите, еще сколько много всего. Какие отличия а, нет, я назад вернулся, да, получается. Идем дальше. Вот, сравнительные характеристики двух кораблей. Очень тоже людей интересует. Берете два корабля какой-то примерно одинакового уровня, или наоборот, совершенно разного уровня. Вот, их фотографии, и начинаете вот сравнительные характеристики. Там, сколько пассажиров, сколько обслуживших персонала, какая кухня, какие развлечения, та-та-та-та-та. Полезная статья, вам самим интересно это знать, и при этом люди заинтересованы, захотят почитать такую статью, и дальше весь процесс, о котором мы говорим. Как заказать каюту для человека с инвалидным креслом? У очень многих проблем, они не знают, как это сделать, и даже не думают о том, что можно действовать в этом направлении. Вот, или просто они не задумывались, а здесь увидели и знают, что у них дедушка там на инвалидном кресле, или папа у них там, ну, или кто-то из родственников, или из друзей, и им будет интересно это почитать, это тоже потенциальные клиенты. На каких круизах больше времени во время остановок? Ну, кстати, к инвалидным креслам если вернуться, то на каждом практически корабле есть специализированные каюты для людей, без абилити называется, у которых есть какие-то проблемы с инвалидностью. А как их заказать? Например, как их заказать в поисковике, их таких, кают нету? Или... Есть, там в поиске все есть, и вы можете галочками отмечать, что внимательно всегда читайте сноски внизу, смотрите обозначения, когда галочками выбираете, есть специальные сноски, вот в этом вам и нужно в вопросе разобраться, чтобы людям дать это, и вы найдете это для клиента. Конечно, не надо сейчас на все эти вопросы бежать изучать. Выбирайте один какой-то или свой вопрос задайте, чтобы это было темой статьи и начинайте становиться в этом экспертом, изучайте это, пишите эту статейку и каждый день как минимум одну статью старайтесь ставить. Ну, у кого нет времени, чуть-чуть реже, но если хотите результат, быстрый и результат, так сказать, чтобы вообще заняться этой работой на фултайм, то нужно над этим работать также фултайм, 8 часов, тогда оно будет вам приносить и результат соответствующий, расти можно бесконечно в этом направлении. Окей, значит, сколько алкоголя можно брать на корабль? Очень интересно людям, да? Что не входит в стоимость круиза, например, конкретного круиза, там, где название, то это нужно прописать, о каком корабле вы говорите, пишите непосредственно, потому что на всех кораблях по-разному. Какие круизы больше для молодежи, какие круизы выбирают пожилые пары, на каких кораблях есть каюты и эрия для скингл специально, потому что есть корабли, на которых каюты только для двоих, да? А есть специальные корабли, не специальные, вернее, эрия на некоторых круизных компаниях, у некоторых круизных компаний и на некоторых кораблях есть специальные эрии для синглз, то есть там расположены только каюты для одиночек, и у них есть специальные отдельные барчики, отдельные места, где они могут сидеть, встречаться, общаться, потому что они или пожилые люди одинокие, или молодые люди одинокие, и у них есть возможность вот плыть на корабле, зная, что вокруг них такие же люди и без проблем знакомиться, Как найти круиз, где есть вечеринки для какой-то темы, названия, вечеринки чему посвященные, да, там, гейские вечеринки, какие-то фестивальные вечеринки, или это диджейские вечеринки. Вот изучите этот вопрос, как находить такие круизы, как бы всегда в курсе событий, и дайте людям эту возможность, и они будут к вам, может быть, обращаться, кто любит тусовки всякие такие на кораблях, такие круизы тоже есть. Похож ли круиз на отдых? Опять, вы можете, смотрите, некоторые названия переделайте так, как вы видите лучше. Это не значит, что вы должны именно так написать, так ответить на этот вопрос. Поставьте, как вы видите для своей аудитории этот вопрос, но саму тематику я вам подсказки такие выбрал, написал. Итак, похож ли круиз на отдых в пятизвездочном отеле? Ну, тоже такая статья, где можно просто расписать там все, что человек имеет во время отдыха в круизе, да. Вот, какие преимущества, просто отдыхать в отеле на берегу или плыть на корабле. Тут очень можно раскрыть преимущества круизов. Круизы – это для пенсионеров, там многие думают, что это только пенсионеры плавают. Значит, нужно расписать, что какие корабли, какие направления чаще дают для пенсионеров. А где больше молодежь, а где есть какие-то, опять же, там развлечения, на каких кораблях есть для молодежи. Вот. И так далее. А какие для пенсионеров. Меня укачивает даже в машине, что будет в круизе? Человек задается вопросом. Это, кстати, некоторые вам будут такие вопросы, там, писать специально в комментариях. Значит, надо расписать в этой статье, мы уже говорили об этом, какое отличие, почему люди сравнивают это с лодочками, с катерами, да. То есть они не представляют размеров круизного корабля, что фактически качка там исключена. И опять же, здесь акцент можно делать на тех круизах, которые вообще не попадают в акватории, где возможна качка. Например, практически весь Карибский бассейн и Багама – это акватория, где не бывает таких штормов серьезных и качки, чтобы такие огромные корабли как-то это почувствовали. И тому подобное. В любом вопросе становитесь экспертами, и у вас будет возможность постоянно-постоянно привлекать клиентов. Это полезная реклама, это реклама, которая дает пользу до того, как сделка произошла. Итак, примеры тем дальше идем. Полезны ли морские круизы, безопасны ли морские круизы. Кстати, тема выскочила. Полезны ли, хорошая тоже. Полезны ли, да, действительно полезны, свежий воздух, эмоции там, можно прописать, что какие-то болячки могут эмоционально уйти там от этого и так далее. Вот, безопасны ли морские круизы. Вот изучите этот вопрос, изучите, потому что столько безопасности круизных кораблей есть. всего, вот, что вы будете приятно удивлены. И какие там есть шлюпки, и всякие надувные плоты, и как вообще корабли сегодня делаются, что их практически там затопить невозможно. И что это... Какой минут они уходят под воду еще, желательно знать тоже. Тоже, напишите, пускай это людям будет интересно. Напишите, да, как это избежать, как это сам. Но, опять же, всегда здесь я обратил внимание, что бы вы там страшного не написали, всегда нужно здесь обратить внимание на статистику, потому что статистика сегодня мировая говорит о том, что, во-первых, самый безопасный транспорт считается авиацией, да, там по статистике самое меньшее количество жертв на население за период, так сказать, существования этого транспорта. То есть в автомобильных авариях гибнет намного больше. А круизы вообще в эту статистику не попадают. Там фактически, если сравнивать с авиацией или сравнивать с автомобилями, то есть нулевая статистика, да, есть, но это единичный случай за десятилетия, да, когда там сразу что-то произошло, сколько людей погибло. Но в общем масштабе, сколько кораблей, сколько пассажиров прошло через это направление круизное, то есть статистика фактически близка там чуть ли не к нулю. То есть это самый-самый безопасный транспорт и вид отдыха на сегодняшний день. Поднимите эти цифры. Кроме этого, здесь очень важно сказать, что от гриппа, от других простых там сердечно-сосудистых, от рака людей умирает гораздо больше, чем это возможно там в автомобильных авариях. А уж если сравнивать с круизом, то это вообще практически невозможно, да. То есть не надо этого бояться, это люди себе придумывают кучу оббалакивающих таких историй, которые позволяют им просто отказать себе в удовольствии и оправдаться, почему они до сих пор в круиз не поплыли. Вот, но статистика говорит совсем о другом. Дальше, как не поправиться во время круиза. Такая тема, которая может очень многих женщин интересовать, да и не только женщин. Расскажите о том, какие фитнес-центры там есть, какие есть спарк, салоны, как в ресторанах можно не ходить по буфетам, а ходить по каким-то диетическим ресторанам, что есть специфическая кухня, что заранее все это можно узнать, что есть беговые дорожки, что есть много там интертеймента или просто спортивных мероприятий, вплоть до скалолазания или боксирования или каких-то велосипедных дорожек и так далее, так далее, так далее. Распишите все это. Это можно сделать красиво и привлечь аудиторию такую спортивную или привлечь людей, действительно, которые там переживают за свой лишний вес. Им просто тема веса будет интересна, но они еще узнают о круизе и тут же как бы захотят в круиз, да, потому что вы красиво все это распишите. Что такое портовый сбор и налоги? Многие не знают об этом, их интересует. Изучите этот вопрос, вам интересно, сделайте статью. Нужны ли визы в круиз? Тоже, когда люди плывут в какие-то направления там по странам, по городам, часто не знают. Есть направления, где вы привязаны к круизной компании и вам нужна либо только одна виза одной страны, либо вообще она не нужна. Например, люди плывут в круизы по Багамским, Карибским островам и думают, что им нужна виза на Багамы, на Карибы, потому что там есть посольство и какое-то гражданство определенное. Но если они плывут с территории США и у них есть виза, которая позволяет вернуться в США, то им никакая другая уже не нужна. Также есть определенные там моменты по Кубе, по Мексике, по каким-то другим там направлениям. В Европе там свои какие-то преимущества. Опишите этот процесс, узнайте его подробно, детально, станьте экспертом и помогите людям в этом разобраться, и вы найдете тоже для себя аудиторию определенную и заказы. За сколько лучше бронировать круиз? Что брать в круиз обязательно? Что такое портовый сбор и налог, я уже сказал, да? Нужны ли визы в круиз? Какие корабли посещают Кубу? Сейчас сегодня много людей, особенно в США, интересуются Кубой. И хотят на Кубу сплавать именно в круизе, и они не знают, какой круиз им нужно выбирать. Сделайте такую статью, это будет и вам, и им интересно, и тоже логически должно к какой-то аудитории привести. Можно вообще одну нишу выбрать, в ней быть экспертом, и все к вам и только по этому направлению пойдут. Можно ли в круиз во время беременности? Тоже очень интересная статья, интересная тема, которую можно раскрыть. Здесь столько мамочек беременных, которые хотят, пока они ждут ребенка, поплыть. Им нужно знать все детали заранее, за какой срок, какие справки им нужны от доктора, нужны ли эти справки, можно ли им вообще в круиз, и что делать, если там все это произошло во время круиза и так далее, и так далее, и так далее. Распишите это все, узнайте. Как оказывают медицинскую помощь на круизном корабле? Ну, просто это нужно такую статью прописать о том, какие вообще там есть целые медицинские центры и так далее. У меня вот у нас был случай, одна компания к нам когда-то обратилась, просто расскажу этот интересный такой был момент. Компания обратилась к нам, большая компания, мы формировали группу для них, там, круизи здесь по карибскому бассейну, там что-то было порядка где-то, то ли 100, то ли 50, я сейчас уже не помню. Очень много у них людей было, и мы перед тем, когда уже окончательно все оплаты принимать, мы им предложили страховку взять на всю их вот компанию, да, для их пассажиров. Компания отказалась, мы взяли с них письменное, обязательно берите письменное уведомление, что клиент отказался, ну, особенно когда это речь касается групп каких-то, да, то есть мы получили подтверждение, что они письменно отказываются от этого, там все поставили подписи, и что каждая там, какая-то, своя страховка и так далее. И это был корабль, на котором был лед, то есть там можно было кататься на коньках, и у них был один день мероприятий, когда они все вышли на лед и катались. В общем, один мужчина, достаточно, в возрасте по 60, может быть, даже старше, в общем, он падает, пиломает в двух местах, там чуть ли не шейку бедра, там вообще сложнейший какой-то перелом был. Все это на корабле происходит за два или три дня до уже прибытия. Ну, в общем, его госпитализировали на вертолете, вот сюда, в Майами, его госпитализировали, не в Майами, а в Форт Ландерделл, он лежал в госпитале, и туда вот у нас девочка ездила, чтобы помогать там все переводить и так далее. И слава богу, что приняли его страховку от банка, то есть банк все оплатил, у него была страховка, да. Хорошо, что мы заранее взяли с них вот такое вот письменное уведомление, чтобы нам никаких претензий не было тоже. Но вот такие случаи бывают, и поэтому это людям интересно заранее знать, потому что никто не застрахован в таких ситуациях. Закончил все хорошо, слава богу, человек этого видел еще и через год, он приезжал сюда в Майами, показывал, как ходит, движется, все в порядке. Но суть в том, что это вот происходило, это было. Так, поэтому вот он вопрос, нужна ли страховка во время круиза? Медицинская страховка, мы сейчас говорим о медицинской страховке. Да, есть разные страховки. Сейчас мы говорим о медицинской, но есть страховки на опоздание на круиз, есть страховки там на погодные условия, на то, что там изменения во время круиза будут, маршрут может поменяться. Очень много есть вариантов разных страховок, которые клиент может предусмотреть. Кстати, мы работаем со страховыми компаниями, с которых вы тоже можете получать комиссионные, если ваши клиенты через вас берут эти страховки у нас. Вот. Как попасть в круиз с русскоязычной группы? Ну, так вот написал, просто можно придумать такую вот интересную статью, чем, например, группы отличаются, русскоязычные, когда люди вместе плывут по какой-то тематике, да. То есть, таким образом можно на тематику привлечь людей, придумайте только темы, группы, опять же, это могут быть или корпоративные группы, или, еще раз говорю, тематические, или это вообще там люди, которые чем-то увлекаются. Например, там, танцоров можно объединить и всех сформировать в одну группу. Можно сформировать каких-то, не знаю, там, ну, не коллекционеров есть, но какие-то группы, которые, может быть, там, группы парикмахеров. Все стригут, и там, может быть, какой-то семинар для них сделать и так далее. Я не хочу сейчас отдельно в эту тему вдаваться, но в этой теме можно стать экспертом, всю ее изучить, научиться формировать группы, а также можно начать писать просто статьи, чтобы посмотреть, интересно ли это вообще, вот, и рассказать преимущества таких, вот, групп, где все на одном языке разговаривают, что люди не одни, что они едут с единомышленниками. И эту тему можно изучать до бесконечности и привлекать клиентов тоже сюда. Дальше. Еще примеры темы. Сравниваем два разных корабля, дорогой и обычный. Ну, примерно, что-то я там, по-моему, вначале писал, там, просто я говорил о одного уровня, а можно сравнить с дорогой и обычный. Это будет интересно посмотреть, отлично. Так, извиняюсь, назад пришел. Почему туристы вообще любят круиз? Можно тему раскрыть шикарно, расписать все-все-все преимущества. Стоит ли брать в круиз детей? Очень интересная тема, потому что семейных людей огромное количество, и очень это будет интересовать. Что есть для детей на кораблях, на какие корабли лучше с детьми плейть, и вообще, как и что там происходит, когда вы уйдете с детьми. Чем кормят на корабле? Конкретный корабль выбираете, изучаете всю их кухню, много фотографий, красивых блюд. И конкретно про этот корабль, про еду, потому что есть очень много гурманов. Естественно, желательно подобрать какой-то интересный круизный корабль. Или постоянно рубрику такую делать, чем кормят на кораблях. И каждый раз вы какой-то один корабль берете, и его кухню здесь демонстрируете, показываете. И это может привлечь определенное количество людей тоже. Если диетическое питание во время круиза, вот есть много всяких вегас, там, вегетарианцев, да, или просто людей, которые на диетах находятся, или не едят там какую-то кухню с глютеном, или мясные блюда не любят, а. Дайте им пользу, напишите, что бывает, как бывает, какие бывают диетические питания на кораблях, на каких круизах, есть специализация такая. Потому что под любого, под любую аудиторию фактически есть направление. Одинаков ли уровень сервиса для всех пассажиров круиза? Это очень интересная тема, потому что люди хотят, многие плыть и чувствуют себя вип-персонами, да. Может быть, они не плывут там в очень супер, там, дорогих каких-то маршрутах, кораблях, но на простом корабле хотят взять какой-то дорогой сьют, более-менее им подходящий по цене. Но чувствовать они себя хотят на высоте, потому что, ну, как бы они считают, что за эти деньги они должны получать другой сервис. Вот дайте людям эти возможности, научите, что и где, и как есть, и в чем отличие. Потому что действительно есть корабли, где даже вы возьмете дорогую каюту, но сервис будете получать точно такой же, как все остальные. Только каюта вас будет отличать. А есть корабли, где этому уделяется огромнейшее внимание, огромнейшее. Вас первых заводят, первых выводят. У вас там бартендер может быть представлен в каюте. Не бартендер, а это Батх, развиняюсь. Специальные эрии, отдельные рестораны выделяются под людей, у которых есть каюты такие. Часто даже там вход в театры на первые места обязательно, да, на какие-то интертеймент-мероприятия и так далее. Очень много всего, что есть в этом. Опять же, там включены, может быть, уже какие-то салоны, там красоты. У всех платно, у них уже бесплатно идет. Ну и так далее и тому подобное. Очень много вещей можно раскрыть в этой теме. Дальше. На чем остановились? Уровень сервиса для пассажиров. Как происходит посадка на корабль? Как происходит окончание круиза и высадка с корабля? Это тоже людям интересны эти вещи. Потому что многие подъезжают на машине, только с такси выходят к ним, подбегают какие-то люди в черных рубашках, у которых некоторых видны, бэджики у некоторых не видны. Они тут же у них чемоданы забирают. Те не понимают, зачем у них чемоданы забирают. Они еще не зашли. Корабль, у них уже какой-то напряг идет. Они говорят, идите туда. Они говорят, а как же чемоданы? И там начинается такая, понимаете, для людей это суета. И очень интересно все эти детали знать заранее, изучить эти вопросы. И вам интересно будет, и людям будет интересно. Это два разных. Бюджетная – это одна история, а лакшири – это просто… Конечно, конечно. Просто обратная сторона, совсем другая история. Совершенно, да. Отдельные входы, да, для лакшири, там, или випка. Да, да. Совершенно все по-другому происходит. Итак, пользу должны видеть люди. Вот теперь ключевой вопрос. Когда вы уже понимаете, какую пользу вы можете нести, вы сейчас услышали меня, что я вам рассказывал? Вы увидели, какая должна быть реклама, что нужно делать? Не нужно писать, вот там, купи корабль, купи… Я сейчас расскажу в конце вам пример хороший, что происходит, когда агенты так делают, почему у них нет заказов. Вот. Но сейчас вот вам понятнее стало, вы приблизились немножко к тому, что нужно делать, откуда берутся клиенты, скажите. Приблизились, приблизились. Да, да. Отлично. Дальше. Теперь нужно работать над тем, задача должна быть поставлена следующая. Где эту пользу должны увидеть люди? Сколько людей видят эту статью? Потому что если вы написали прекрасную статью, поставили в своей ленте, у вас там три коллеги в друзьях, которые не заходят к вам, или заходят, но как бы маленькими цифрами, да, или еще что-то там, что вас не видят, то нужно изучить этот вопрос, нужно быть к нему внимательным, потому что люди должны увидеть эти статьи. Нужно проделать, может быть, платную рекламу, может быть, группы раскидать какие-то, или там попросить друзей, чтобы… Смотрите, я здесь прям прописал. Просьбы, друзья, распространить статью. Потому что теперь, смотрите, вы не рекламируетесь, как бы, вы теперь не даете бесполезную рекламу, когда люди скажут, а, реклама, опять не буду я рекламировать. Вы даете пользу, вы даете полезную статью, люди с удовольствием начнут ее распространять, то есть продвигать своих каких-то этих, потому что это интересная статья. Она не призывает покупать, она ничего не дает такого, чтобы люди сказали, нет, я не хочу этим заниматься, да. Люди, если это ваши друзья, и им самим эта статья интересна, то они с удовольствием и продвинут в свои группы, в свои какие-то ленты и так далее. Извините. Итак, кто и где должен видеть вашу статью, задайтесь этим вопросом, вот, обязательно задайтесь этим вопросом, где вы должны это размещать. Facebook, значит, это, на мой взгляд, одна из крупнейших социальных сетей, не мой взгляд, вернее, это факт, поэтому, конечно, нужно использовать. Инстаграм нужно использовать, скайп, там сейчас сделали в скайпе, я смотрел, я сам скайпом не очень пользуюсь, но я вижу там в скайпе, сейчас тоже можно писать, ставить, как бы, как это называется, ну, вверху где-то там заголовках ставите, о чем вы сейчас типа думаете, и все, кто у вас в скайпе есть в списке, они видят, на что направлено сейчас в вашей деятельности. Туда тоже микро статьи какие-то, микро объявления можно ставить, скайп, форумы какие-то бывают тематические, где вы можете размещать эти статьи, но так, чтобы они в конечном итоге куда вели дальше ссылки, чтобы в вашем профайле этого форума, чтобы обязательно было прописано, что вы эксперт по туризму там, или что вы туристический агент, что вы занимаетесь круизами, обязательно ваши все телефоны, контакты проставлены, ссылки на какую-то вашу личную страничку на нашем сайте, вы знаете, у каждого из вас есть личная страничка, ее нужно дооформить, поставить там что-то, чтобы люди видели, что на вашей странице, вот они круизы стоят, например, да, или туры, или какие-то экскурсии, вот, или давать просто с вашей реферальной ссылкой, кстати, профайл тоже, свою страницу на нашем сайте, нужно тоже давать с реферальной ссылкой обязательно, с вашим кодом, ну, или вы даете конкретно уже там ссылку на страницу круизов, или ссылку на страницу просто главную нашего, нашей платформы, с вашей реферальной ссылкой, обязательно в профайле все должно быть, потому что люди, которые прочитали статью, они потом идут в профайл посмотреть, а кто вы, а чем вы занимаетесь, а чем вы занимались до этого, они смотрят тоже, что вы там писали, поэтому позаботьтесь об этом, почистите все, что там лишнее, если оно есть, и таким образом они к вам начинают обращаться, заказывают, вот, мы долго не использовали инстаграм, вернее, я сам инстаграм использую давно, но я его использовал совсем там с другими намерениями, только недавно понял, как он работает, вот, а Лена, например, у меня тоже недавно занялась инстаграмом, но сразу, так сказать, осознанно вошла, и у нее сейчас постоянно идут оттуда заявки, вот, используйте эти инструменты. А есть какой-то хэштег в инстаграме, именно ваш, например? Ну, у меня хэштег в инстаграме Elite Travel Group есть, да, на компанию, вот, как-то ETG там еще, но я, на самом деле, не это работает, это, это работает тоже, когда вы как бренд уже раскручен, да, работает другое, оказывается, там, когда хэштег ставишь, пускай он даже очень популярный, очень известный, да, хэштег, там, просто круиз, но если вы ставите, то все, кто круиз ищет, вы в первых рядах, вот, в этот день, когда вы только поставили, вы попадете в первые, как сказать, видимые сроки, и вас увидят, когда, кому-то интересно, они прочитают вашу статью. Ну, в общем, опять, мы сейчас не конкретно не говорим о технике инструментария вот в этих социальных сетях, мы сейчас говорим обобщенно, что нужно делать, это как делать, вы читаете, изучаете, смотрите видео, это тоже очень важные детали, и мы тоже их будем проходить с вами, но сейчас мы говорим вот основу, основу продажи, да, и воронки. Итак, формы, теперь, вот я прописал, ваша страница, ваши группы, чужие группы, еще что-то, то есть у каждого из вас должна быть ваша личная страничка, где все видно будет клиентам, чем вы занимаетесь, контакты ваши, там, ссылки на страницы и так далее, как я сказал, ваша страница, бизнес-страница, где вы ведете непосредственно бизнес постоянно, чтобы она еще, эта социальная страница могла в поисковиках быть, и там нужно тоже и статьи, и ставить объявления, как мы говорили, и так далее, еще что-то, придумывайте что-то, будьте креативными, вот. И люди любят помогать, я уже говорил, люди любят приобретать, люди любят выбирать сами, и еще любят советовать, вот эти инструменты нужно использовать, потому что статья – это уже не обычная реклама, это полезная реклама, люди с удовольствием начнут вам помогать, выбирать начнут из этого, из того, что вы там описываете, да, и начнутся вот такие вопросы, обращения, комментарии, лайки и так далее, все инструменты, которые вам нужны для контакта, чтобы холодный лид превратить в теплое знакомство, вот. Ну и вот не бойтесь, правда, спрашивать друзей, теперь просьба друзьям распространить статью, клубы не прописывают или не просить конкретно это делать, поставят, потому что вы полезные статьи теперь пишите, в которой нет никакой рекламы, кроме пользы. Идем дальше. Если вам, вот это пример, да, если вам понравилась эта статья, да, обязательно должно быть завершение какое-то после статьи, если вам понравилась эта статья, то и нужно прописать, как бы, что люди могут от вас еще получить, то есть вы еще что-то готовы дать им за просто так, да, или даже если за деньги, то нужно вот здесь в конце статьи прописать, что они могут, если их это заинтересовало. Задайте ваш вопрос, пишите комментарии, ставьте лайки, всем отвечу, помогу, напишу, там, придумайте что-то еще новое, интересное свое. Я вот так по-быстрому это написал вам. Мои контакты, никаких ссылок на сайт раньше времени, вот только в ваших контактах, в вашей странице или бизнес-странице должны быть ссылки какие-то. Но на самой статье я бы даже не рекомендовал вам сразу какую-то ссылку на страницу давать, тогда это уже как реклама работает. Вы должны вот в конце оставлять только ваши контакты, к вам, чтобы обращались, как персоналы, да, как личности, как вот в Тане, к Сергею, к Полине, к Светлане, чтобы люди хотели с вами познакомиться, с вами общаться, а не идти куда-то на какую-то непонятную страницу, где они должны сами что-то читать. То есть в конце статьи пропишите, там, меня зовут Артой, если что, там, пишите, звоните, обращайтесь, оставляйте комментарии, буду рада общению с вами и так далее, чтобы ничем вы не отпугали людей, а только привлекали их, чтобы с вами хотелось общаться. Обращайтесь, пока вам не начнут доверять и задавать правильные вопросы. То есть вот как только у вас наладится теплый контакт, теплая вот такая доверительная обстановка, это может быть не в первый раз, не в первый день, может быть не в первую неделю с кем-то, да, потому что люди по-разному закрыты, но как только они начинают вам доверять, они начнут вам задавать правильные вопросы. А вы бы могли мне найти круиз? А вы бы могли мне подобрать? А вы знаете что-то об этом? Я хочу на этом корабле, на этом круизе, какая у вас цена? То есть пойдет уже немножко другая совершенно работа с клиентом. Это уже теплая работа, потому что он уже к вам обращается. Помните, это вопросы и обращения, которые ведутся к сделкам, да? Вот они. Ну и окончание статьи, переход, это вот как раз про все мы сейчас говорили. Идем дальше. Собственно, собственно, мы все с вами, мы все с вами по данному типу прошли. Теперь вернитесь, самое начало, с чего мы начали, потому что все начинается с фокусирования. Сколько вы хотите клиентов в этом месяце, сколько вы хотите, сделав на этой неделе, и что нужно делать конкретно сегодня, сколько на это тратить времени, до какого часа, до какого дня. Это задачи, ваше фокусирование на том, что вам нужно, используя вот эти материалы. У меня на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне остались, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием на них отвечу сейчас. Домашнее задание какое-нибудь будет от каждого по интересной статье. Да, совершенно верно. Очень хорошо, кстати, это то, что я планировал, но совершенно вылетело из головы. Спасибо, Полина. Давайте сейчас вот сфокусируемся на том, вы должны мне прямо написать. Каждый, кто какую статью готов подготовить, да, откладывать не нужно, это нужно прямо заняться сейчас изучением этого вопроса. Вот сделайте ресерч, подготовьте статью, напишите ее. Мы ее можем все вместе с вами прочитать вот в следующем каком-то таком вебинаре или в офисе встретиться, но так как не все мы в офисе, скорее всего, мы в вебинаре так и будем делать. Мы ее обсудим, мы скажем плюсы и минусы, что хорошо, что плохо, да, со стороны, и какие-то советы друг другу дадим, и начнем вот с этого, с этого двигаться. А потом мы поставим следующее задание, где статьи разместить, как их разместить, в каком количестве разместить, и потом начнем с вами работать уже с непосредственными контактами. Договорились? Выбирайте из этих или других вопросов, которые вам интересны, любую статью, пропишите мне тему, вот сегодня в течение дня до вечера это сделайте все, да, в личку куда-то напишите, или в группу можете написать там локальную, вот, и начнем с вами двигаться таким образом. Вот, первое нужно сделать именно это. А можно поставить? Ира, когда следующий вебинар будет? Что? Следующий вебинар когда будет? У нас следующий вебинар завтра в среду в 10 часов утра, потом, значит, в 12 часов дня я предлагаю всем, давайте, я думаю, что это нужно на каждый день сделать, в 12 часов дня я готов проводить сейчас каждый день 30-минутную презентацию, в 12 часов дня презентацию не в офисе, а прямо вот здесь в вебинаре, то есть я буду рассказывать о нашем проекте, о его преимуществах, о том, как можно зарабатывать в нем, куда двигаться, как можно зарабатывать на круизах, на турах, как короткую обобщенную информацию, чтобы люди захотели стать тоже вашими агентами, приглашайте туда людей, только заранее мне предупреждайте, сколько у вас будет человек, и чтобы я видел, что да, нужно, чтобы я был вовремя на месте, и чтобы эта презентация состоялась на 100%. Если людей нет, я тогда спланирую какие-то другие дела. Договорились? Да, а вот нашей группы вебинар в 10 завтра будет, да, или как? Да, в 10 часов завтра вебинар, я пропишу еще тему, я посмотрю, что у нас там по расписанию стоит, если тема подходящая, мы ее и будем по расписанию, если нет, то мы другую тему возьмем. Я объявлю сегодня до вечера. Ну, просто у вас вечер, у меня ночь будет, я сразу хотела уточнить. Правда, правильно сделать, да. У нас будет душе по-нашему. У вас как утро раньше будет, да, все равно. Нет, у нас, получается, позже. А, вы позже у нас? Да. Вы в какой стране? Я в Египте. А, Египет, все понял, и так далее, нужно по-другому. В любом случае в 10 часов выходите, я думаю, что тема будет интересная, когда вы сможете поприсутствовать, присутствовать, а если что, то потом записи посмотрите. А где в Египте? А где в Египте, если не секрет? В каком городе? В Сар-Мальшефе и Хургаде. Я работаю на два города. А вы делаете экскурсии там для круизных кораблей? Нет, я делаю экскурсии. Нет, у нас есть круиз по Нилу. Ну, просто есть круизы, которые через Суэцкий канал идут, и, например, останавливаются в Хургаде или в Сафаге, и оттуда можно Луксор посетить. Вот меня это интересует на следующий год. Там вы делаете экскурсии дневных? Нет, мы делаем экскурсии в Луксор, все это делаем, просто круизы. Вот я эти еще не знаю. Я знаю, там круизы есть, и в Шар-Мальшефе заходят. Нет, не именно круизы, а для пассажиров круизных лайнеров. Экскурсии без проблем, конечно. Ага, ну вот, отлично, уже один контакт есть. Все, да, можете записать. Экскурсия у нас будет очень много, нам нужно эту идею развивать, развивать, ставить ее на серьезные такие рельсы мощные, и все будет у нас не просто хорошо, просто замечательно, отлично. Над этим нужно работать. Это наша большая задача как бы общая, да? Вопросы еще какие-то есть? Делаем статью тогда все. Да, начинаем со статьи. Сегодня жду от вас ваши предложения по статье, ваши темы. Ничего даже, если у кого-то будут темы совпадать, как раз посмотрим разный подход. Вот, поэтому выбирайте, пишите, жду от вас. Вот, всем спасибо за внимание. Спасибо, Юра, большое. Спасибо. Я, наверное, был просто эмоционален, поэтому немножко подрастянул. Спасибо, что были на вебинаре. До связи, до встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова łatя